Нерукопожатная Россия. Около 400 российских сотрудников посольств выслали 28 стран Запада после 24 февраля. Что такая изоляция означает для России? Что теряет страна изго и как это отразится на простых гражданах? Поговорим об этом с Павлом Климкиным, дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины. Павел, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, что означает для России потеря такого количества дипкорпуса? Так это ж не дипкорпус. Это представители разных российских служб. Они фактически сидят... Российская дипломатия, она закончилась. Есть или шпионы, или люди, которые занимаются подрывной деятельностью, но одновременно раздают там какие-то деньги, чтобы держать российскую пятую колонну. Или пропаганда. Поэтому высылают, естественно, тех людей, которые занимаются внутренней подрывной деятельностью или шпионажем. То, что высылают сразу по 400, так можно сразу всех выслать, в принципе. Взять по списку и выслать. Но будет правильно. Павел, ну вот то, о чем вы говорите, да, что мы едва ли не каждый день, но раз в неделю точно слышим новости о том, что оттуда выслали там десяток, 20-30 дипломатов, оттуда выслали, всех их подозревают в подрывной деятельности, в работу на спецслужбы. Но складывается такое впечатление, как будто об этом вот узнали только сейчас. Просто в моем представлении, да, если бы это один человек, представитель дипломатического корпуса, который бы занимался такой деятельностью, ну тут, очевидно, намного сложнее его найти и определить, что он работает на спецслужбе. Но тут речь идет о десятках людей. Неужели европейские страны, из которых высылают вот этих так называемых, уже можем сказать, дипломатов, неужели они вот только сейчас обнаружили, что это представители... До 24-го, 7-го февраля не знали. Да, не знали. Раньше, абсолютно право, раньше высылали единицами. Думали, что если будут высылать прямо пакетами по списку, как сейчас, то это приведет к эскалации, как-то боялись нежелательной эскалации. Это вся история закончилась. Теперь, как вы видите, высылают по списку. Но это же говорит о том, что как раз весь этот список занимается снова-таки либо шпионажем, либо какой-то подрывной деятельностью. Вот журналисты, которых мы знаем, говорят, что к ним подходят, предлагают конверт, предлагают, соответственно, за мероприятие. То есть там работает машина, в которую вкладываются сумасшедшие деньги. И это все поддерживают российские посольства. Но какую такую дипломатическую работу сейчас могут вести российские посольства, ну, например, в странах Европейского Союза? Ну, абсолютно никакой. То есть все связи, они ограничены каким-то уровнем торговли, политики практически нет. Хотя на самом деле ходят по каким-то мероприятиям, что-то вынюхивают. То, что раньше не высылали, да, проблема. Говорили об этом сто тысяч раз. Ну, сейчас понимание пришло во многих сферах. Вы скажите, российский Форбс писал о том, что зато бюджет России сэкономит 635 миллионов рублей на зарплатах высланных дипломатов. А можно ли подсчитать потери России от того, что ее дипкорпус, потенциальные потери от того, что ее дипкорпус не работает активно на Западе? Они огромные. И они в первую очередь не в деньгах, а не в том, что когда люди проезжают, куда-то десантируются, прикрываются посольствами, то они обрастают какими-то связями, могут действовать там на местах. А когда их меняют, естественно, это ротация, потому что на их место Россия пришлет снова-таки шпионов или тех, кто будет заниматься внутренней дестабилизацией. Но все равно их работа будет в разы затруднена. И вы же видите, что сейчас западные страны это делают регулярно. Ну, фактически раз в несколько недель. То есть они перебивают работу российским спецслужбам. Но на самом деле в этой ситуации есть несколько моментов. Первый. Можно, конечно, категорически сократить состав российских посольств, но тогда и западные посольства в Москве будут минимизированы. Нужны ли они сейчас? Ну, наверное, тоже нужны. Поэтому с таких соображений они и выходят. Ну, а на самом деле, я скажу, что дипломатия российская в классическом виде, она окончательно закончилась. Вот есть множество свидетельств и украинских дипломатов, и европейских о том, что российские послы, публично заявляя об одном, потом кулуарно им же говорят, да что вы, что вы, мы не поддерживаем никакую спецоперацию. Конечно, мы все понимаем. Но работа есть работа. Я вот представляю посольство России в этом случае. Сейчас эти люди, несмотря на их позицию, не публичную даже, да, что, в принципе, тогда и не имеет никакого смысла, они теряют работу, и они возвращаются в Россию. Люди, которые привыкли жить годами в свободной Европе, они возвращаются в ту страну, в которую, несмотря ни на что, они даже, если пять лет назад оттуда уезжали, это была все равно немножечко, но другая Россия. Сейчас эти гайки закручиваются все сильнее и сильнее. Можно ли ожидать волну эмиграции из России непосредственно дипломатических сотрудников дипломатических миссий? Хотелось бы, но, как видите, все слишком боятся. Боятся российских спецслужб, боятся новичка, всего боятся. Поэтому мы видим только отдельные случаи. Ну и когда российские послы или российские дипломаты где-то за углом говорят, что они не согласны, к этому тоже надо относиться очень осторожно, чтобы это не была попытка втереться в доверие или какие-нибудь, назовем это, спецоперациями. Поэтому 100% в российском МИДе есть люди, которые понимают, что происходит, и с этим не согласны. Но пока они позачивали себе рты и стараются ничего не говорить, чтобы не ухудшать своего личного и карьерного положения. Поэтому говорить о каком-то сопротивлении в российском МИДе сейчас не приходится. То есть это просто, я бы не сказал военизированная, но очень жестко структурированная организация. И говорить снова-таки о том, что какое-то количество российских дипломатов быстро куда-то побежит, можно, когда посыпется Россия. Тогда да, тогда будем ожидать. Но и обратите внимание, помните, все, конечно, помнят, пару лет назад, когда выступления сотни тысяч людей на белорусских улицах, белорусских городов, ну сколько было белорусских дипломатов, которые публично сказали, да, мы не согласны. Конечно, их было не один, но тоже на самом деле не очень много. Люди просто боятся, а может быть, просто не хватает личной смелости. Вот это на самом деле очень жалко. И это говорит о том, что дипломатии как таковой снова-таки повторяют, а там уже нет. А скажите, а вообще о волне эмиграции из России можно говорить? Не просто не о дипломатах, а вообще о том, что из России будут уезжать люди? Так, что значит будут? Они уже уезжают. Поток идет сумасшедший. Люди, особенно те, которые работают в IT-сфере, те, которые работают в сфере креативных услуг, мы просто знаем, как люди уезжают сотнями тысяч, потому что они своего будущего в России не видят. И они прекрасно понимают, что... А что дальше? То есть Россия становится страной-крепостью, в середине которой средневековья. И какие технологии туда приходить не будут. На последнем саммите «семерки» отсекли еще список технологий. Нам прекрасно понятно, что ничего с точки зрения там, прихода новых идей и кампаний. Я со многими говорил, там, европейскими, азиатскими. Они говорят, да пошли они подальше. Ну что мы будем там делать? Что со страховкой непонятно, что с перспективами непонятно. И даже если какие-то часть самцы снимут, они говорят, не-не-не, до свидания. Вот в эту историю мы точно больше не пойдем. Это означает, что для людей в России, которые считают, что они как-то хотят выскочить из этой реальности, на самом деле это только эмиграция. И я не исключаю, что это будет масштабное явление. Они будут стараться уезжать. Хотя, снова-таки, бояться будут. Ну, хотя на сотни тысяч и миллионы людей новичка, наверное, не хватит. Павел, скажите, вот отношение в Кремле к дипломатии, мягко говоря, довольно специфическое. Да, там, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который позволяет себе публично, ну, мягко говоря, не дипломатичные высказывания, а по большому счету даже позволяет себе матерные слова. Мария Захарова, официальный представитель МИДа, которая, ну, тоже выражается достаточно не то, чтобы прямолинейно, но не дипломатично уж точно. О чем это говорит? О том, что Путин таким образом сигнализирует миру, что он понимает язык силы, а не язык слова и язык договоренностей. Нет, это просто хамство в стиле Хрущева. Я вам покажу Куську, ну, мать. На самом деле в середине России оно заходит, и всем кажется, что если мы вот так говорим, вот мы на самом деле такие крутые. А на них все смотрят, как на преступниках. И, естественно, это же чисто внутренняя история. То есть они снова-таки занимаются пропагандой. Я же говорю, классическая российская дипломатия с какими-то там советскими еще корнями. Ведь Лавров, он же тоже продукта, по сути, советской дипломатии. Она уже не существует. Они ее перезагрузили. Возможно, они там чем-то еще занимаются в каких-то странах третьего мира. Но в отношениях с Западом дипломатия окончательно закончилась. Возможно, они вернутся к каким-то переговорам по контролю над вооружениями, чем-то еще. То есть люди, которые этим занимаются, есть. Но в целом, когда смотришь на российский МИД, чисто пропагандистская машина, ничего больше. Павел, если продолжить эту тему, все много говорили о том, что вот когда Путин встречался с Макроном, он сидел с ним на расстоянии 7 метров. Вот сейчас проходит Каспийский саммит. И опять приходят фотографии, где сидит Путин. И вот метров на 10 справа от него президент Казахстана. Еще на 10 метров в эту сторону туда. Это паранойя или это желание показать, кто главный за столом переговоров? Почему такие гигантские размеры? Почему вообще нельзя сидеть возле Путина, смотреть вообще на него? Ну, видимо, во-первых, боятся вирусов, во-вторых, наверное, боятся за физическую безопасность. Но на самом деле это звучит очень смешно. Ну и смотрится очень смешно, когда вот эти вот 10 метров за столом, ну в чем смысл любых переговоров, если это переговоры? То есть ты пытаешься понять своего собеседника, разделяешь ты то, что он говорит, не разделяешь, но все равно пытаешься понять, пытаешься выстроить свою аргументацию, пытаешься найти какие-то свои уникальные аргументы. А как можно разговаривать с человеком, который сидит за 10 с чем-то метров от тебя? Вот Шульц и Макрон, они же не просто вспоминали, что Путин читал там лекции по истории. Вот он читает кому-то лекции, он же не ведет больше переговоров, поэтому он может сидеть за 3 метра, а может сидеть за 33. Это ничего не меняет. Это же уже не какой-то людской разговор или разговор глав государств. Это совсем другая история. Поэтому это уже ни у кого не удивляет. Сначала все делали круглые глаза, потом усмехались, потом как-то странно на это смотрели. А теперь говорят, ну вот, привыкли. Спасибо, Павел, что нашли время пообщаться с нами. Это был Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, с которым мы поговорили о будущем российской дипломатии.